Привет всем ультра сияющим дивам! В сегодняшнем видео мы с вами будем краситься, как вы можете уже понять, и краситься мы будем всякими новинками от наших звезд. Во-первых, у нас сегодня будет Сэмми Бьюти. Это бренд Оксаны Самойловой, про который мы уже с вами неоднократно говорили, и не успела Оксана Самойлова поразить нас своими слегка сомнительными наборами новогодними стиграми, как мы уже разбираем с вами их первое декоративное средство, а именно биби-крем, который лежит в этой коробочке. Вторая коробочка у нас от Елены Крыгиной, которая выпустила новое средство, уже не конкриты, а нечто, что называется тинтер. И также у нас есть еще одна коробочка от Веры, Веры Брежневой и ее бренда Вера Бьюти. Вера Брежнева не сдается и хочет выпустить, наконец-то, хорошую тушь. Все три предыдущие туши от Вера Бьюти были, честно говоря, провальные, и я думаю, что они себе поставили цель хоть одну, но сделаем нормальную. Хоть чтоб работало, хоть чтоб сразу не сползало с ресниц, не как-то не осыпалось под глаза, в общем, чтобы более-менее была нормальная. Поэтому сегодня мы надеемся, что у них это получилось, и будем все это с вами открывать, разбирать и пробовать на моем лице. Кстати, сегодня с нами лежит Мурзилка, но он тут как-то вот попкой к нам повернут пока что. Может быть, потом он проявит какую-то большую заинтересованность, и вместе с нами будет все это разбирать. Ну, давайте сразу откроем все, что у нас есть, чтобы рассмотреть, с чего же нам нужно начинать. Понятное дело, что начинать нужно с Эми Бьюти, и здесь у нас два Биби-крема, причем я взяла в двух оттенках. Вообще вот этот Биби-крем, он выпущен в трех оттенках. Это светлый, который средний, и также самый темный, но я как-то не очень себе представляла, какая у них там цветовая схема, поэтому сразу взяла нам светлый и также средний оттенок, в случае чего мы их можем просто смешать. И здесь у нас еще какие-то там подарки всякие от Сэми Бьюти, потому что у них все время всякие вот эти вот лотереи, типа купи на такую-то сумму, и мы что-то тебе подарим, подарим айфон, но мне почему-то айфонов никогда еще не дарили. Мне вот-вот подарили в этот раз вот такие вот носочки. Ну, ладно, носочки и носочки тоже нормально. И какое-то странное вафельное полотенчико. Ну-ка, давайте его откроем. Я такие полотенца последний раз видела в детстве. Помните, раньше вот такие вот, ну, правда, они были подлиннее, такие побольше, всегда были абсолютно у всех на кухне. Вот такие вот вафельные полотенца, а тут как будто половинка такого вафельного полотенца, на котором написано Сэми Бьюти. Ну, ладно, в конце концов пригодится как-нибудь в хозяйстве. И, собственно, вот они эти два Биби-крема. Давайте почитаем, что нам пишут. Во-первых, на сайте у Сэми Бьюти написано «Встречайте, новый герой кейсов звездных визажистов! Сверхлегкий и преображающий Биби-крем с невесомой текстурой для безупречного и максимально естественного покрытия кожи». А здесь нам пишут, что он подчеркивает природную красоту кожи, скрывает несовершенство и выравнивает тон. Он, в общем, невесомая текстура, суперлегкий, дает чувство комфорта. Также здесь SPF 15. А кроме того, здесь еще в составе масло ши и масло макадамии. А кроме того, если вы смотрели мои предыдущие ролики про бренд Сэми Бьюти, мы с вами уже говорили про вот этот вот Акти Рэк Экс. Ну, короче, вот этот их комплекс, который как-то там хитро разработанный, хотя, как оказалось, не совсем ими, который дает какие-то еще преимущества. Ну, в общем, хвалят-хвалят этот BB-крем, они сами на своем сайте. И сейчас мы узнаем, чем же он хорош. Вроде как финиш нам обещают сиянием. Мы такое любим. Хотя я, конечно, немного так опасаюсь, потому что BB-крем это, как правило, что-то такое легкое. Если мы не говорим про корейские такие трушные BB-кремы, вроде Миши, которая прям такая плотная, такая плотная, что ни один тональный с ней не сравнится. И для камеры обычно все-таки я люблю какие-то средства более, так скажем, плотненькие, потому что на камере, к сожалению, любые прыщики, любые покраснения прям замечательно видны, если вы их хорошенько не замаскировали. Но, в общем, я думаю, что, скорее всего, мы будем использовать все же самый светлый оттенок, поэтому пока открыли именно его. Но для начала нам нужно все открыть. Давайте еще откроем Крыгина Бьюти. Вот у нас здесь от Елены Крыгиной ее новый продукт, который называется Тинтер. И это, честно говоря, единственная вещь, которую я уже попробовала. Я не удержалась, потому что я хотела понять, как он будет действовать на других тональных кремах. Сегодня мы будем его пробовать на BB-креме от Сэмми Бьюти, но вдруг на других тональных он будет вести себя по-другому. Поэтому я им уже красилась. Красилась для видео, и я даже оставлю ссылку на видео, где он у меня будет на лице. Там я про это не говорю, но вы будете знать. Ах, по секрету, по секрету, что именно он там на мне нанесен. В общем, у меня три оттенка. Вот такой вот оттенок, самый светлый, который называется Пион. Еще два оттенка, которые я еще не открывала. Один называется Тюльпан, и третий называется Азалия. Ну, про Тинтеры чуть-чуть попозже поговорим. А пока давайте откроем. У нас здесь еще подарок от Крыгина Бьюти. Тоже, если покупаешь там на какую-то определенную сумму, ну, по крайней мере, когда я заказывала эти средства, там была такая акция, то получаешь свечу с фирменным ароматом Крыгина Бьюти. Ну что, давайте откроем и понюхаем, какой же у Крыгина Бьюти фирменный аромат. Свеча называется Fresh Young and Beautiful. Вот такая розовая, прям вообще красивенькая. Ну-ка, кто сделал? Изготовитель даже Крыгина Косметикс. То есть, как будто они сами и делали эти свечи. Кстати, не значит ли это, что у Елены Крыгиной скоро появится линейка свечей? Это интересно. Ну-ка. Пахнет сладенько. Пахнет цветочками какими-то, фруктами. Ну, скорее даже фруктовый такой аромат. Ну, классный, классный. Мне кажется, знаете, как какой-то фруктовый гель для душа. Приятный, реально приятный аромат. Так, хорошо. Свечку получили, носочки получили и вафельное полотенце. А теперь давайте посмотрим, какие у нас подарки от бренда Vera Beauty. Так, смотрим. И здесь у нас, конечно же, тушь та самая. Тушь, которая теперь нам обещает все на свете. Она называется «Все включено». Я надеюсь, что это не значит, что у нас включены и осыпание, и смывание просто любой капелькой водички. Я надеюсь, что это значит, что включено все самое лучшее. А также кое-что еще, что я вам еще не объявляла. А именно, целый набор кисточек. Ах, смотрите, все-таки есть подарок. Целый набор кисточек. Да-да, у Vera Beauty вышли кисти. И также нам дали еще в подарок объемную тушь. Это которая из самого первого запуска от Vera Beauty. Была вот такая вот тушь. Она у меня есть. И она, к сожалению, не очень хорошая, как и все остальные туши, которые мы пробовали на данный момент. Ну что ж, давайте сейчас быстренько кисточки тоже откроем, чтобы нам уже на них поподробнее посмотреть. Все распаковали! Наконец-то! Казалось бы, продуктов не так много, но на самом деле впечатляет, впечатляет количество того, сколько нам всего приходилось распаковывать. Итак, давайте начинать. Первое, что мы будем наносить, это, конечно же, BB-крем от Semi Beauty. Ну, в общем, мы с вами уже прочитали, что он делает все самое лучшее с вашим лицом. Что вообще можно делать в этом мире. Кстати говоря, какой здесь объем? Здесь объем почему-то не написан на этой упаковке, а здесь написано 50 миллилитров. Это больше, чем стандартный объем для тонального крема. То есть, стандартный объем для BB-крема или для тонального это 30 миллилитров. Здесь 50, почти два раза больше. Но надо сказать, что он не особо, конечно, бюджетный. 1600 рублей для Semi Beauty. Мне кажется, это такая нормальная цена. Ну и как, в принципе, для BB-крема, это тоже такая цена уже корейского BB-крема вполне себе. Ну что ж, давайте наносить. Немножко светловат, на мой взгляд. Может быть, нам стоило все же его смешать с оттенком Medium. Ну ладно уж, давайте нанесем первый слой и посмотрим, как это будет выглядеть. У крема есть довольно сильная отдушка парфюмированная. И я не могу сказать, что я в восторге от этого покрытия. Он действительно легкий. То есть, нам обещали, что оно такое невесомое, и вы вообще его не чувствуете на лице. Это действительно так. Он прям легкий-легкий. Но, конечно, то, что он что-то там маскирует, какие-то недостатки, это его надо, наверное, слоев в пять просто наносить, чтобы у вас действительно что-то замаскировалось. Потому что здесь настолько полупрозрачное вот это вот покрытие. Ну, просто какое-то минимальное. Ну, с другой стороны, ну ладно, это, конечно, BB-крем. И как бы мы такие, ладно, BB-крем с легким очень покрытием, мы можем это понять. Но, ну не знаю, 1600 рублей за BB-крем, который, собственно, не дает практически никакого покрытия. Я еще понимаю там какой-нибудь вот этот Эрбориановский скинхиру, у которого тоже нет пигмента, и который просто вам выравнивает кожу. Ну, ну как бы там техника такая, точнее, не техника, идея сама в том, что как раз средство, которое не имеет пигмента, как-то выравнивает ваше лицо, что прям совсем как будто у вас нет макияжа на лице. Здесь все-таки пигмент есть, но при этом покрытие прям минимальное. Что по ощущениям? По ощущениям пока что прям комфортно, все хорошо, но надо сказать, что у меня есть опасение, что он будет кожу подсушивать, несмотря на вот эти вот все заявления про масла в составе. Потому что на носу, там где есть такие сухие какие-то моменты, он уже ложится не очень хорошо, ложится на, ну, такие вот эти сухости, так, знаете, так видно вот эти вот все кусочки какие-то кожи подчеркнутые, чего быть, конечно же, не должно в идеале. Так, дальше мы будем использовать тинтеры от Елены Крыгиной. Давайте на них посмотрим, давайте их все откроем. У меня, как я уже сказала, три варианта этих тинтеров. И что же это такое за невероятное слово? То у нас конкреты, то теперь у нас тинтеры. Это полупрозрачный тинт, который, как написано на сайте Елены Крыгиной, абсолютно незаменим в макияже без макияжа. Подчеркивает, естественную красоту придает лицо отдохнувший вид. Можно делать что с ним? Можно его наносить на губы, как румяна, можно его наносить на глаза, как тени, можно его наносить на губы, как, соответственно, тинт или помаду. И мне, на самом деле, он, когда я его использовала в прошлый раз на тональный крем, сначала он мне ужасно не понравился, а потом он мне ужасно понравился. Вот такая вот была история. Первое. Почему он мне не понравился? Потому что здесь та же самая упаковка, что и у конкретов. И когда вы открываете свеженький, он, скорее всего, у вас брызнет. Я не знаю, почему с таким постоянством Крыгиной Косметикс выбирают эту упаковку. Видимо, она, наверное, какая-то очень дешевая. И, может быть, она там как-то за счет того, что она алюминиевая, позволяет сохранять само средство дольше свежим. Может быть, такая логика этих упаковок. Но, к сожалению, она немножечко плюется. В общем, давайте откроем свеженький. Возможно, он не брызнет в этот раз. Открываем. Нет, смотрите, тут более-менее. То есть, конечно, вы изляпались, но не то, чтобы он как-то брызгался. Может быть, вот с этим конкретным у меня была такая проблема. И оттенки здесь просто супер вообще приятные, неимоверно красивые. И давайте вот откроем этот. Да, видите, он сам прям подтекает немножко. Ну, наверное, конкретно с этим пузырьком есть какая-то проблема. И откроем сейчас еще третий, который самый-самый темный, который называется Азалия. И тоже посмотрим, каков он на вид. Вот, видите? Поехал! Все, поплыл! В общем, от тюбика к тюбику зависит. Вы даже не давите абсолютно, но он просто там находится уже под давлением. И поэтому может у вас вот так вот начать вылезать и все вам перепачкать. В общем, я использовала вот этот самый светлый. Он совершенно очаровательный. И когда вы его только наносите на лицо, на глаза, вы сначала не видите, в чем смысл. Вам кажется, ну, такие полупрозрачные какие-то тени, полупрозрачные румяна. Но потом вы понимаете, когда у вас, например, мономакияж этим тинтером сделан, что это действительно смотрится просто супер красиво. И вы такая прям свеженькая, такая полупрозрачненькая какая-то. Ну, в хорошем смысле, типа, как свеженькая, да? Такая красоточка прям ходите. Ну что, ладно, давайте теперь нанесем. И я думаю, что мы, наверное, будем использовать сегодня вот этот вот средний оттенок. Единственный, который на нас не наплевал еще. Я не знаю, но упаковка прям реально. Но такая вот неудачная упаковка, мне кажется, ее заменить и конкриты, и тинтеры просто будут расходиться на ура. Ну, хотя у конкритов, ладно, там еще свои есть проблемы, свои сложности. Давайте возьмем вот эту вот кисточку из коллекции Веры Бьюти. Это кисть, которая называется номер два. Кстати, коллекция называется Popcorn Collection. То есть, попкорн коллекция, потому что все эти кисти выполнены из кукурузного волокна. И вот здесь какой-то такой дизайн, который нам навевает мысли про попкорн. И немножко нанесем на щеки. Можно этот тинтер наносить и пальцами, и можно его наносить спонжем. И, конечно, можно кисточками тоже его наносить. Кстати говоря, интересно, как потом будет все это смываться. Не покрасится ли эта кисть навсегда? Ой, ну он прям, конечно, интенсивный. Нужно немножечко спонжиком его. Видите, поначалу как-то смотрится как будто чересчур. Но потом вы растушевываете, растушевываете, и уже получается прям красиво. Кстати, успех. Он не разъедает тональную основу, в том числе вот этот BB крем. Вчера я его пробовала на тональном креме от Clorans, на моем любимом. И он его вообще не разъел. То есть, не было абсолютно никаких дырок. И я считаю, это замечательно, потому что обычно у таких средств как раз есть большая проблема с тем, что они сильно-сильно разъедают тональную основу. И получается, что наносить вы их можете исключительно на голую кожу, либо потом как-то латать эти дырки. Кот вообще не демонстрирует нисколько заинтересованности в том, что мы делаем. Он просто спит и спит, просто какие-то задние кошачьи лапки у нас с вами в кадре. Так, мне кажется, немного у нас перебор сейчас с румяными. Но это ничего, потому что мы с вами еще запудримся, еще кучу всего нанесем. И тогда все это будет уже в каком-то едином красивом виде. Теперь давайте, пока он не засох, у нас нанесем этот тинтер еще и навеки. Кстати, удаляется он без проблем гидрофильным маслом, ну, по крайней мере, я всегда смываю макияж гидрофильным маслом, у меня не было никакого остатка въевшегося на коже после него, несмотря на то, что это вроде как тинт, то есть он должен быть стойкий, он должен прям хорошо в кожу въедаться. И ложится он вам может показаться сначала, что может быть не совсем как-то ровненько, есть какие-то проблешинки, но вы подтушуете и увидите, что все на самом деле хорошо. Но это из серии того, что он настолько просто полупрозрачный, что, конечно, тут проплешины никакие не разглядишь, потому что сам он, ну, тинтер, в общем, еле-еле там чуть-чуть такой розоватенький. Ну что ж, мы с вами уже более так выглядим здоровыми, более какими-то жизненными. Кстати, я не понимаю, почему я это делала своими кисточками, когда у меня тут лежит целая коллекция от Веры. Не очень, не очень. Ну ладно, дальше будем использовать ее кисти. Правда, не так уж много нам всего осталось делать. Следующий шаг это консилер. Консилер я хотела попробовать новый от бренда Beauty Bomb. Вот он, вот здесь. Вот он стоит 400 рублей, и это их новая коллекция, которая называется Dollhouse, и это оттенок 02. Консилер, как мы с вами и предполагали, он полупрозрачный. Он вообще никакой не сильно покрывающий, то есть, и причем он еще, знаете, такой как будто довольно сильно увлажняющий. Он остается слегка липким на коже, то есть у нее нет вот этой самой фиксации. Ну не знаю, посмотрим, как пойдет дальше. Ну такой консилер, типа, под глаза нанесли, вроде немножко подсветили, вроде там что-то замаскировали, прям какие-то минимальные такие моменты, и нормально. Но если есть потребность, конечно, в сильной маскировке, то, судя по всему, этот консилер не подойдет. Но он, правда, и называется Heidi Del Fresh, то есть, типа, свежий, видимо, свежий консилер. В этом, наверное, его смысл. Кстати говоря, кисти от Веры меня немножко удивляют. Они прям реально крошечные, просто крошечные. Такой набор каких-то дорожных кистей. Наверное, в этом и была идея, что они прям такие маленькие, можно их брать с собой. Но немного, немного неудобно, если вы привыкли все-таки пользоваться такими большими полноформатными кисточками. Ну что, давайте посмотрим, что у нас там пока на лице. Вроде симпатично, вроде как-то даже таким прям румяненькие какие-то, как куколки маленькие. Так, что мы должны сделать дальше? Дальше мы должны вот что сделать. Напудриться, во-первых. Во-вторых, мы должны нанести хайлайтер. А в-третьих, мы еще должны нанести помаду. И, конечно же, просто звезду сегодняшнего дня. Это вот такую вот тушь. Хайлайтер у нас сегодня тоже новый. Правда, это не из серии каких-то инстаграм-звезд или интернет-звезд. Это продукт самостоятельный, который не относится ни к какой звезде. Это вот такой вот хайлайтер, который называется Потрясающий Голливуд от бренда Белор Дизайн. У них вышел новый третий оттенок. Раньше мой любимый был вот такой вот ноль-второй оттенок, который прям такой розовенький. Но недавно у них вышел оттенок, который розовый, но немножко более серебристый. И я просто обожаю этот хайлайтер. Еще, кстати, есть номер первый, который золотой. Но теперь есть вот такая красота. И кто знает, может быть, это будет мой новый, самый любимый хайлайтер. Может, он даже Диор обойдет. А стоит он где-то, наверное, рублей 400-500. Знаете, давайте немножечко подтушуем наш тинтер вот этим вот оттенком из палетки от Шарлотты Тилбери. Потому что, ну, слегка тут вот рисковат у нас переход. Поэтому немножко добавим. И будет просто более мягко смотреться. Что-то я, ребят, тут увлеклась. Уже и стрелки себе нарисовала. И уже и подвела нижний век. Она все взяла в руки палетку Шарлотты Тилбери. И такая, ой, сейчас я все сделаю. Ну, в общем, у нас пока получается вот такое вот на лице. И что я могу сказать, что я сейчас чувствую, что BB-крем, он неплохой. Прям реально неплохой. Чуть-чуть суховат. То есть вот там, где есть сухие всякие моменты. Например, на носу у меня сейчас нос довольно сухой. Прям он подчеркивает вот эти шелушения. И, в принципе, есть ощущение суховатости на лице. Мы добавили пудру. Может быть, она еще с ним так сработала, что вот вытянула вот эти его какие-то увлажняющие там масла в себя впитала. И как-то получается чуть посушить. Но я думаю, что этот BB-крем, он, конечно, не для тех, у кого кожа сухая. Потому что у меня-то не сухая. У меня нормальная тирекомбинированная. И если на моей коже он так работает, то если у вас сухает, у вас прям ждет вообще что-то нехорошее в результате. Но, надо сказать, он хорошо себя ведет в плане, что он никуда не закатывается. Пока, мне кажется, нормальный. Реально нормальный BB-крем. Единственное, что покрытие прям совсем слабенькое. Слегка подчеркивает шелушение. Вряд ли подойдет для сухой кожи. А еще то, что он стоит все-таки 1600 рублей. Ну, как бы да. Здесь 50 миллилитров. Это много. Но все равно это дорого. Я считаю, что Сэми Бьюти это как-то, ну, прям вот круто так для российского бренда. Ну, понятно, у них такое же ценообразование, интересное, как у Миксита. Потому что, собственно, Сэми Бьюти порождение Миксита. Поэтому они считают, что нормально. Много денег брать нормально за свою косметику. И прям чрезвычайно нравится Тинтер от Елены Крыгиной. Я прям вообще, мне кажется, реально классный такой запуск. Единственный момент, что тоже есть слегка ощущение подсушивания. И в теории вы, конечно, можете такой эффект сделать себе. Какой-то просто помадой. Но момента два с помадой, если вы вот так вот делаете. Первый момент, это то, что нужно подобрать правильную текстуру помады. Потому что, если помада очень увлажняющая, она у вас будет скатываться. И будет оставлять там жирненькие вот такие пятнышки. И может растворять тональное средство. То есть, это такой не стопроцентный вариант. Только если вы правильно подберете ее текстуру. Найдете ту помаду, которая у вас хорошо растушевывается. Ничего не растворяет. И не скатывается там. Не оставляет каких-то таких залипушечек. И каких-то вот этих вот кусочков на лице. Тогда да. И также еще такой момент, что тинтер, он все-таки разработан, я так понимаю, для того, чтобы его на щеки наносить можно было. То есть, он должен быть не комедогенным. В отличие от многих увлажняющих помад, в которых, например, содержится прям большое количество разных видов масел. Особенно тех масел, которые в теории как раз могут быть комедогенными. Ну, в общем, пока что, мне кажется, прям классно выглядит. Прям красиво. Правда, чтобы прям сделать максимально такой макияж глаз полноценный, я бы все-таки советовала чуть-чуть дотушевать его какими-то тенями сверху. Так, что у нас еще? Еще что мы должны сделать? Ах, ну, конечно, тушь от Веры Бьюти. Боже, это самое дорогое пока что, что было у нас. Микси тут упомянула грешным делом, ну, то есть, с Эми Бьюти, да, можно перепутать. 1600 рублей за 50 миллилитров. Тинтер тоже так, 1450, вообще-то не шутки какие-то. Но тушь-то у нас стоит 1700 рублей. Между прочим, за одну всего лишь тушь. Но, понятное дело, сделана она опять в Италии. И, как и вся косметика от Веры Бьюти, она прям, прям дорого. Напоминаю, что у нас к Вере, не к самой Вере, конечно, Брежневой, а к косметике Вера Бьюти, была такая самая большая претензия, что, во-первых, это то, что у них ужасные туши, прям кошмарные туши. Но самое главное, это то, что просто совсем прям дорого. Прям совсем дорого для такой косметики. То есть, она не какая-то прям выдающаяся по качеству. Тоже те же палетки хорошие вроде, но они не стоят просто таких денег, которые за них просят. И, соответственно, здесь тушь, это прям люксовая цена. 1700 рублей. Вы можете купить тушь Lancome на каких-то более-менее, там, каких-то моментах, когда есть распродажи, за 1900 рублей. Или туши, там, от Dior, тоже 2200, например, стоит. Можно купить тушь, там, за 1900. Это уже практически прям какой-то нормальный такой люкс. И если вспоминать предыдущие туши от этого бренда, то у меня есть все три. Есть из первого запуска вот эта вот, которую мы с вами получили в подарок. Вот такая вот тушь, которая объемная, которая не дает объема, как ни странно. Также у меня есть вот такая вот тушь, которая с эффектом натуральных ресниц. Тоже зачем вам тушь, чтобы делать себе натуральные ресницы? Непонятно, которая просто бешено осыпается. И самой простой, это квинтэссенция была тушей от Vero Beauty. Это тушь-презерватив. Причем я это не выдумала. Сейчас она так и называется Lash Condom. То есть тушь-презерватив, которая тубовая. То есть она смывается у вас чулочками с глаз. На самом деле она просто отпадает при любом, там, чуть-чуть у вас глаз заслезился. У вас вот так вот просто вот такая вот черная потекла река просто с глаза. И мы с вами это видео, мы тестировали ее. Прям вообще серьезно тестировали. Если вы не смотрели, почему это прям настоящий жуткий-жуткий провал, то я оставлю ссылку внизу в инфобоксе под этим видео. Но это прям была совершенно чудовищная тушь. И теперь нам обещают все сразу. Эффект все в одном. Тут прям так и написано. В общем, что конкретно-то? Имеется в виду, что здесь будет экстремальный объем, безупречное разделение и удлинение, забота о ресницах, насыщенный черный цвет и даже элегантная упаковка, которая не оставит вас равнодушной. В состав формули входит пантенол, который и придает объем, и обволакивает, и там делает ресницы более эластичными. А также здесь ультра-черный пигмент, который вы можете как бы наслаивать. То есть вы можете наносить столько раз, сколько хотите, вот эту вот тушь, и она вроде как обещает у вас не слипаться. Здесь щеточка интересна, кстати. Я всегда удивляюсь в последнее время, когда щеточки прям простые. То есть все выдумывают разное. Все там выдумывают какие-то вот такие закрученные, а когда вот просто открываешь, и там обыкновенная с ней силиконовая щеточка, это всегда вызывает какой-то прям, да, что это такое происходит? Что-то новенькое прям случилось? Ну ладно, давайте чуть-чуть подкрутим ресницы, и уже будем ее наносить. Слушайте, отлегло прям от сердца. Нормальная тушь. Даже хорошая. Наконец-то, наконец-то у Веры Бьюти получилась. Она как будто ароматизированная. То есть здесь прям явно какой-то добавленный аромат, или может быть это аромат, который они не стали убирать, который, ну, тут в принципе содержался по формуле, но он приятный. И она прям реально хорошая. То есть она дает нормальный эффект. Если в предыдущей туши, например, не делали ничего, то здесь она и красиво наносится. Она скорее не объемная, а какая-то такая удлиняющая, разделяющая, но она хорошо удлиняет, и даже не опускает ресницы, более-менее держит завиток. Со второго слоя уже начинает подсклеивать. Но я обычно люблю, когда только один слой на ресницах, иначе у меня всегда все вниз опадает. В общем, пока что понравилось. То есть нужно будет еще побрызгать на себя из какого-нибудь, из чего-нибудь, в общем, водичкой, чтобы проверить, насколько она легко смывается, как тушь-презерватив. Ну, теперь давайте накрасим второй глаз. Слушайте, ну прям классно! Реально хорошо выглядит на ресницах, конечно, в два слоя уже так вот. И начинается склеивание, чуть-чуть опускает. То есть здесь на этом глазу один слой, который мы последний красили, и смотрится лучше, чем на втором глазу. Ну, понятно, что у меня ресницы такие своеобразные, но на моих ресницах, опять же, если какая-то тушь на моих ресницах делает что-то хорошее, это значит, что на ваших ресницах это будет вообще космос. Тушь прям порадовала. Наконец-то, наконец-то, Вера Бьюти прям действительно хорошая на первый взгляд тушь вышла. Прям вот они смогли, смогли. Очень сильно старались, и наконец-то у них получилось. Чему я рада, с чем я их и поздравляю. Теперь давайте возьмем очередную кисточку. Мы тут берем все подряд, уж знаете, как бог на душу положит, такие кисти мы с вами и используем в результате. Так, какую нам взять? Вот эту. Ну, давайте вот эту возьмем и накрасим губы тинтером. Кстати, у тинтера, конечно, есть немножко вот этот подсушивающий эффект. Прям совсем чуть-чуть, но чувствуется. Ну, ладно, ладно. Ничего страшного, нормально, переживем. Вообще, мне очень нравится, как все получилось. Так, знаете, легко, как-то быстро-быстро. И не похвалила хайлайтер. Хайлайтер просто огонь. Посмотрите, какая красотища. Он такой прям нежненький, как все хайлайтеры из этой серии. И, в общем, интересная, интересная новинка. Цвет прям классный. Ну, конечно, не то, чтобы он прям как-то абсолютно различается с оттенком номер два, но все равно такой милый и красивый цвет, что нам сегодня и было нужно. И теперь давайте поговорим напоследок про кисти для макияжа от Веры. В общем, здесь у нас коллекция, которая называется Popcorn Collection. И здесь 10 кисточек для макияжа, которые, кстати, сделаны из синтетического ворса. Я не знаю, кстати, почему я вам сказала, что это из кукурузного ворса. А, ручка кистей из какого-то материала на основе кукурузы. Видите, забудьте все, что я вам говорила. Это ручка на основе кукурузы, а ворс здесь просто какой-то синтетический, который идентичен, точнее, натуральному козьему ворсу. Поэтому все как-то должно очень хорошо получаться при помощи этих кисточек. И что тут еще? Здесь какой-то британский фэшн-дизайнер, который разрабатывал вот этот вот принт, который мы здесь видим на этих ручках. И, кроме того, здесь еще интересная тема, что этот проект был разработан благодаря некому благотворительному фонду, который помогает брендам сотрудничать с художниками и делать какие-то классные коллаборации. Ну, в общем, какая-то тут... Зачем-то нам написали на сайте Вера Бьюти тоже про это, что вот как-то там они хитро поступили и сделали эту коллаборацию. Что я могу сказать про кисточки? Они мне понравились. Можно легко сделать какой-то такой легкий совсем макияж. Я думаю, что, конечно, если вы себе там рисуете какие-то вот такие вот глаза, души, там куча разных цветов, то этот набор кистей, конечно, не для вас. Но если вы делаете макияж суперлегкий, если вы там краситесь не очень часто, вам не нужно ничего сложного, то вот этот набор, он довольно симпатичный, тем более, что он маленький. Сами кисточки, я имею в виду, маленькие. Их можно брать легко с собой. И здесь 10 штук за 4 990 рублей. В принципе, это получается по 490 рублей за одну кисть, что достаточно бюджетно, как я считаю. То есть, прям реально нормальный, хороший такой набор. Но единственный момент, что, опять же, если вы прям любите какие-то полные макияжи делать, вам, скорее всего, не понравится, что они коротенькие, и, соответственно, у вас больше давления на руку получается. То есть, к ним прям нужно приноровиться. Ну, а так они симпатичные. И здесь есть достаточно много кисточек, которые вам могут пригодиться на ежедневной основе. Ну, в общем, какое мое мнение в результате? А, погодите, погодите, еще один важный момент. Сейчас мы кое-что проверим. Ну-ка. А, прицельно прям в глаз себе сделала. Ну-ка, ну-ка. Так, не пойму. Сейчас. Так все было хорошо. Я просто понять не могу, в чем здесь смысл. Почему? Почему нельзя сделать все в одном? Почему, Вера Бьюти, я же второй раз просто на те же грабли наступаю? Почему я хвалю новую тушь от Веры? Я помню, что тушь-презерватив, вообще-то, тоже нормально выглядела на ресницах, даже красиво. И потом просто оказывается какая-то подлянка, типа, что она абсолютно не водостойкая. То есть, что просто вы от миста, у вас она начинает вся течь под глаза. Ну, что же такое-то? Ну, почему нельзя сделать нормальную? Я не понимаю. Ну, сказали же все в одном. Ну, почему нельзя было сделать какую-то хоть чуть-чуть более стойкую? Ой, ну, смотрите. Ну, все. Ну, уже на обоих глазах. И будем теперь завершать ролик с вот таким вот макияжем. В общем, все. Что у нас по итогу? Биби-крем нормальный, только дорогой. И не для сухой кожи. Дальше. Хайлайтер Белор Дизайн. Огонь! Просто красота! Покупайте, потому что он недорогой. Если любите хайлайтеры вот такие вот красивые, нежные, вас он прям ждет. Тинтеры от Елены Крыгиной отличные. Немножко подсушивают кожу и есть чуть-чуть вот в определенных каких-то тюбиках, судя по всему, проблемка с вот этим выплевыванием этого тинтера. Но она, конечно, не такая экстремальная, как у первого запуска конкретов. И, кстати, мне больше всего понравился оттенок, который называется Тюльпан. Это 0,2, потому что вот этот вот, который называется Пион, он такой немножечко поросячий розовый, а вот этот вот, который называется Азалия, он уже прям довольно темный, такой скорее фиолетовый уходит. Поэтому Тюльпан это прям такой средненький оттенок, который, я уверена, подойдет большинству людей. Кисти от Веры неплохие. Реально, если вам не нужен какой-то суперпрофессиональный набор, 490 рублей за кисть. Они, кстати, по-моему, еще отдельно продаются. Можно покупать не целым набором. Ну уж так мы разбили, да, сумму в 5000 на все эти кисти. Вполне себе очень даже тоже неплохая покупка. Консилер вот этот от Бьюти Бом, который стоит 400 рублей. Но это, конечно, для тех, у кого проблем особых с кожей нет. Кому нужно прям вот чуть-чуть какого-то там вот так вот что-то там подзамазать, чуть-чуть придать сияние коже. И все. Так, что мы еще с вами тестировали сегодня? Это все... А, тушь. Тушь это прям боль. Ну что такое? Это второй год подряд реально. Я начинаю хвалить, я радуюсь, я говорю, все классно, потом мы делаем вот это и получаем вот это, и получаем вот это в результате. Ну прям вообще грусть печаль. Ну почему? Почему каждый раз одно и то же? Я вообще не знаю. Вере Бьюти, мне кажется, бренду надо что-то с этим сделать. Может им просто сменить поставщика? Может им реально сменить фабрику, на которой они делают эти бесконечные туши? Ну может взять какую-то не итальянскую, если в Италии просто не могут им сделать нормальную тушь? Может быть сделать какую-то корейскую тушь, корейского производства? Кстати, презерватив. Презерватив была сделана в Корее. Что такое? Что вообще происходит? Почему постоянно вот такая вот странная тема у них случается? Я не знаю, я не знаю, в чем здесь дело, но с тушами прям вот как было все плохо, так и осталось. И видите, всего секунда, и наше мнение абсолютно изменилось об этой туши. Это очень грустно. Ну ладно, в остальном все радостно. Спасибо вам большое за то, что вы посмотрели это видео. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал и нажимать на колокольчик. А я вам сегодня желаю замечательного дня, чтобы вы были потрясающими, ультра сияющими, роскошными дивами, и чтобы ваша тушь никогда не размазывалась. Спасибо и до скорой встречи на моем канале. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова